приветствую вас друзья мои вы на канале антонина абрамкина сегодня у нас а тороп прогноз для скорпионов сентябрь 2 2021 года сентябрь рекомендует скорпионам довериться своей внутренней силе чтобы успешно решить все проблемы и добиться успеха контролируйте свои слова провокации будет много в первую очередь ваша управитель лилит она находится все-таки живет в вашем знаке зодиака сейчас находится в близнецах соединение с узлом будущего и поэтому обратите близнецы это у нас меркурий это слова это голова это общение это контракт и договора ну то есть на это обратите внимание что говори что говорите потому что провокации будет много держите свои нервы под контролем солнце движется по 11 дому гороскопа 11 дом это социальная активность композиция поддержки высших кругах поэтому здесь как ловите момент ваш управитель марс он сейчас находится как в деве а потом перейдет в весы то это это энергия это но дева у нас настолько рациональный знак что здесь лукавить придется осторожно потому что она вас выведет на чистую воду и как в марс в соединении с плутоном это плутон это финансовые потоки большие потоки здесь вот как бы есть смотреть на карту звездного неба они все-таки с удачным аспектом для вашего знака зодиака и позволит достичь карьерных вершин а венера и юпитер это тоже социальные планеты они позволят вам завоевать авторитет в коллективе в работе может занять руководящую должность как кому-то предложит но ближе к концу месяца вот как желание начнут больше исполняться нежели в первых двух декадах потому что венера для вашего знака зодиака находится в 12 доме сектор уединения это не совсем благоприятный период для налаживания отношений то есть просто вопросы отношений с вашими близкими супругами не поднимайте на конкретный уровень просто переждите как подстраивайтесь и поэтому не депрессуйте во второй половине месяца когда венера переместиться в ваш первый дом это с 10 сентября вот здесь уже и сектор лидерских качеств начнет более активно на вас на влиять и более мечты начнут сбываться быстрее и меркурий тоже сейчас находится в двенадцатом доме а меркурий как это уже общение то вот меркурий это знакомство но тоже он как а в конце месяца еще меркурий в ретроградное движение пойдет здесь налаживать прежние отношения лучше будет но тоже пока не стройте планы и марс двенадцатом доме ощущение подавленности будет и провоцировать вас будет этот марс это энергия это все-таки здоровье и осторожно на дорогах травмоопасный период в общем будьте предельно осторожны пока вот эти влияния планета как не совсем благоприятные и ваш успех конечно зависит от быстрой реакции на изменение условий и в течение месяца как скорпионы будут заняты оказанием помощи вашим близким которые оказались в трудной ситуации ну и вот про черную луну добавить надо сказать что она вот как черная луна со узлом будущего и она вот в аспекте сатурном это как то что будет влиять на профессиональную деятельность на нашу работу но это то вокруг каких событий вы будете крутиться что будете как продвигать то вот это кармически заложится с программой будущего на долгие годы поэтому будьте внимательны потом изменить это событие будет фактически невозможно вот просто придется как крутиться поэтому единственное еще есть событие 22 сентября вот тогда когда осеннее равноденствие и это сильные магические дни вот тогда мы можем как повлиять на судьбу к тогда когда вселенная дает нам шанс изменить судьбу это запустить в небесную канцелярию наши желания мечты и вот тогда образуется новая матрица она быстрее сбывается с большей долей вероятности и поэтому здесь вот довериться маги владыкам наставником ведущий нас по жизни вот тогда они когда на ангел наш они нам помогают выпрыгнуть на новый уровень на новую частоту на новый виток наверное и вот это подключение к высоким вибрациям и именно получит те кто больше как обращается к обрядам быстрее получит желаемое вселенная быстрее подхватывает наши позывные как передает наши позывные в небесном канцелярии через аффирмации через молитвы через через слово вот в данный момент и ну то есть кому что ближе как заговоры вот это переменная лучшую сторону конечно произойдут у тех кто понимает что кто осознает что духовное развитие в приоритете но сейчас посмотрим карту которая я приготовила королева что сказать королева скорпион тройка пентаклей ну и лилит посмотрите лилит тут как тут вот я удивляюсь когда карта выходит картам королева пентакль это вы дорогие мои скорпионы это значит пришло время поменять имидж или эта карта говорит о том что вы финансово как финансово положение улучшится это карьерный вершин как я уже говорю и здесь у вас появится возможность и и изменить имидж и может быть статус поменять а может быть даже кто-то на пластические операции решится и это вы станете другими вы станете привлекательными и конечно это вот когда еще и в конце месяца и венера перейдет ваш дом и меркурий перейдет первый ваш дом и марс в первый дом перейдут которые сейчас пока тормозят ваши действия но это временное влияние здесь вы уже довольны тем что вы успешны самодостаточны и эта карта тройка пентакли она вот как бы здесь как бы здесь говорит о том что это вы достигли этого уровня вас рассмотрели как мастера и поэтому например предложили вам новый статус руководителя или как то есть в любом случае будете лидировать ну и здесь перевернутая луна это как раз лилит которая живет в доме скорпионов она сейчас находится в близнецах то есть видите собака здесь вот еще такая слов то есть будьте осторожны в словах думайте что говорить не давайте никому никаких обещаний их выполнить будет невозможно потому что еще раз говорю здесь кармическая какая-то сейчас идет за за закладывается программа о для всех знаков зодиака не только для вас дорогие скорпионы и это это повлияет на статус повлияет на наши дальнейшие перспективы будущего и эта программа будет долгая сейчас девять месяцев черная луна в знаке близнецов с узлом будущего но это как это на к не только страхи и какие-то козни но это еще нужно проявить себя стать лидер чтобы лидером стать значит надо быть красивыми уверенными вот тогда вы станете лидером именно лилит она как заставляет нас быть более смелыми не жить в страхах вот у страхи все уберите примут вас не примут действуйте старайтесь и тогда вас обязательно заметят но это те которые стремятся карьерным вершинам для тех кто живет в каком-то любом другом страхе например по состоянии здоровья либо это как выйду замуж или не выйду замуж будет рядом человек или не будет вашу кандидатуру рассматривает видите здесь эта тройка пентакли это тогда когда нас обсуждают а может быть еще и сплетничают то есть это сплетни тоже не бойтесь вот и здесь вас рассматривает в любом случае в тех вопросах там где вы будете вам будет одобрено то к чему вы стремитесь потому что вот это уже открытка лидера в первую очередь говорит о том что вы добьетесь успеха в том направлении куда вы двигаетесь если по состоянии здоровья значит вы выздоровеете вы здесь удовлетворенные уже идете что все это было в только в страхах если в плане отношений взаимоотношений то есть лучше к этому вопросу подходить и к знакомствам и прочим делам в конце месяца тогда когда венера перейдет ваш первый дом и так и в плане бизнеса или работы все это и меркурий и венера сейчас находясь двенадцатом доме общение знакомства да как они сейчас пока не совсем благоприятно расположен к вашему знаку с диаком если хотели давно с кем-то помириться тоже это отложите на вторую половину месяца или резюме если хотели разослать то тоже на на вторую половину месяца потому что первые до 10 числа месяц неблагоприятные лучше передать или отправиться в отпуск сейчас мы посмотрим другую колоду карт какие карты выпадут здесь карта трансформации карта движения и карта королева так или это у нас король нет это все-таки королева жезлов и только что я озвучила а то есть отложите все вопросы как-то с касаемые скажем переезда или поездки или за границу или еще что-то все это пока отложите колесница перевернута говорит о том и что и с карьерными вершинами повременить лучше она изменения придут сами собой и тем более вот эта карта вышла карта трансформации да она вот то есть вот сейчас думайте какой фундамент и какие события вокруг каких событий вы крутитесь и вот это кармически отложится то есть как было не будет в любом случае все равно будет все по-новому либо для кого-то это будет может быть развод в отношениях кто-то вообще уедет другой город а кто-то вообще то есть как бы выздоровеет появятся силы и уверенность потому что появится новая работа то есть вот эти карты жезла и хороших перспектив они придут на конец месяца то есть сейчас надо их отложить пока лучше повременить и следующая колода какие выдаст нам карты карта благословения карта договоров карта мир ой белый ангел супер вот такая колода хорошая всегда с нее выходит хорошая карта то есть посмотрите карта иерофант это благословение вам жизнь благословляет на новый этап на новый то есть это и выздоровление это и встречи это и любовь то есть закончится ваше одиночество рядом будет поддержка и человек который вас искренне полюбит и здесь будут взаимные отношения и скажет давай поженимся потому что здесь вот это уже либо для кого-то это не как либо для кого-то это свадьба но это в любом случае примирение для кого-то и карты вышли замечательно здесь карта нового нового запуска это не обязательно даже идти в госструктуру или еще куда-то а между собой договоритесь что дадите друг другу шанс потому что это влияние белой луны карта мира это белая луна тогда когда вселенная поддерживает и вот здесь действительно не по воле нашей а по воле судьбе судьбы здесь решается ваша жизнь и судьба меняется но если в плане это в плане взаимоотношения то есть если одиноко это это знакомство будет настолько вы узнаете сразу друг друга поймете что это духовное родство и вы как поймете что вы так долго ждали этой встречи и готовы к переменам а для кого-то это может быть то что вот эта судьбоносная встреча небеса вас соединили и встреча состоялась ли если в партнерских взаимоотношениях в плане работы то здесь а поддержка придет то есть как им спонсорская или поддержка или договор какой-то контракт то есть вы возьмут вас на работу то есть вы давно этого ждали то есть только хорошие приятные события но первые колоды которые мы карты открыли то есть это карта самодостаточные уверенный человек да все равно с какими-то переменами в жизни вам придется столкнуться кардинально жизнь меняет и во взаимоотношениях и как встречах и с новой программой может быть даже это для кого-то переезд то есть как было не будет кардинально перемены вас ждут туда куда мы стремимся и вокруг каких событий крутимся вот это запуска следующий следующего этапа по кармическим узлам вот оно именно в плане вот того что сейчас возле как будущее прошло находится близнецы и стрельцы то в январе мы уже с новой программой с другой программой выходим на кармические узлы тогда когда жизнь предложит другие уже события в соответствии там у нас уже будет телец возле будущего там другие уже финансовые вопросы в общем материальные какие-то другие перспективы вот ну вот я вам так сейчас сказала то есть сентябрь действовать начинаем только во второй половине месяца ну вот до новых видео друзья пока